Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Генеральный штаб вооруженных сил Украины говорит о том, что аэродромы и железную дорогу Беларуси готовят для приема российских войск. Также источники Украины сообщают, что на территории Беларуси были замечены дроны Камикадзе. Есть высокая вероятность применения дронов с территории Беларуси по северным областям Украины. Нам доподлинно неизвестно, продавил ли Путин Лукашенко и будет ли Лукашенко реально участвовать в нападении на Украину. Единственное, что я точно знаю, что все эти маневры отвлекают внимание украинских войск. Так сказать, оттягивают силы к белорусским границам, что ослабляет вооруженные силы Украины. А значит, Лукашенко уже даже этим бездействием действует. А вы заметьте, он молчит. Первый серьезный опрос после объявления мобилизации в России появился. И он кардинально отличается от того, что было с начала войны. У россиян спросили, какие чувства они испытывают по поводу частичной мобилизации. И вот так выглядит статистика до и после. Очень важно понимать, что гордость за Россию уменьшилась, а тревога, страх и ужас увеличилась. И это хорошо объясняет моя хата с краю. Она была с краю, а стала первая. Был вне политики, оказался на войне. Не существует слова вне политики. Это вам транслируют незаконные власти, которые узурпировали эту самую власть. Политика начинается от цены на хлеб и заканчивается жизнью вашей и ваших родных. Поэтому мы все в политике. Алла Пугачева снова покинула Российскую Федерацию. И как мне кажется, в этот раз уже надолго. И тут же в Москве начали шутить, так сказать. Выставляя вот такие вот объявления, которые не имеют ничего общего с реальностью. Ну, понимаете, тут даже вопрос не в том, что они делают. Вопрос, над кем они пытаются смеяться. И кто ты такой, чтобы смеяться над Пугачева. Тут как бы больше обсуждать нечего. В Беларуси начали шить форму для российских военных. Читатель написал о том, что на некоторых предприятиях поступили соответствующие заказы от Минобороны. В этой новости нет никаких подтверждений, фактов и документов. Если вы работаете на этом предприятии, обязательно напишите мне в Телеграм-бот и предоставьте какие-то подтверждения данной новости. Пока это выглядит как просто слова. Но очень напряженные слова в связи с вышеперечисленными новостями до. Лучшая журналистка журфака стала дочь полковника КГБ. И знаете, интересная ситуация. У чиновников, политиков дети тоже становятся чиновниками, политиками. Ну и в общем-то попадают куда-то вверх. Да? А почему у боксеров и спортсменов не так? Знаете почему? Потому что какой бы спортсмен был не одаренный, но пробежать за собственного ребенка стометровку он не сможет. А в политике или журналистике? Легко. На границе Беларуси и России собираются пробки. И уже сейчас установлены блокпосты, проверяют документы, выезжающих из Российской Федерации. Мобилизация такая частичная, что на всех границах Российской Федерации блокпосты ставят. В Казахстане местные жители решили помочь россиянам и подвезли автобус, чтобы те согрелись. Но в связи с тем, что этот автобус похож на автобус-автозак в России, россияне отказались греться и продолжали мерзнуть на улице. Новость смешная, но плакать хочется. Убили вот такой автобус, поставили и говорят, типа, вы можете тут переждать очередь, пока холодно, чтобы от дождя от ветра спрятаться, пожалуйста, садитесь и можете здесь подождать. Но никто не садится в этот автобус, потому что это похож на автозак, куда митингующих садят. По всей России прокатилась волна мобилизации. Причем хватали всех подряд и продолжают это делать. И Путина не было. Он, так сказать, на даче отдыхал. И тут появился, сказал, что нужно все ошибки исправить. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Он не сказал о том, что все те, кто уже в плену, незаконно мобилизированных, что делать с ними, и те, кто уже в учебке, с ними тоже пока непонятно, что делать. Да и на самом деле всем срать. Как все было, так все и останется. Он много законов и указов издавал. Но их до сих пор никто не исполняет. Показуха. Также Путин заявил, что гегемония Запада закончилась. Вот смешно от него это слушать. Он проигрывает армии Украин на сегодняшний день. И это даже Европа с НАТО не пыталась ничего сделать. Там Германия очень сильно упирается, и Франция не особо желанно участвует в том, что сейчас происходит. Помогает, но так, абстрактненько. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад экологически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающего и вытекающего мы видим. Цепляясь за прошлое и пытаясь проводить политику диктата во всех сферах, от международных отношений и экономики до культуры и спорта, этот самый пресловутый коллективный Запад создает новые и новые проблемы, новые и новые кризисы. При этом они гнушаются любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития. У Запада технологии в 25 раз выше, чем у Путина. Да и тратят они на технологии в 50 раз больше, чем сам Путин. А он рассказывает про геемонию. А сейчас я вам зачитаю один комментарий. Очень интересный. Не смог просто пройти мимо него. Сегодня приятель мне такую историю поведал. У него бухгалтер, его с Украины, ему такое рассказала. Звонит ей старая подруга из России. И не здравствуйте, никак дела, сразу говорит. Вы чего там на Украине не митингуете? У меня мужа в армию забрали. Теперь вот сыну повестку прислали. Выходите там на митинги в Украине, чтобы же этот Зеленский сдался скорее. И тут как бы комментировать просто нечего. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Пускай комментарии с сегодняшним роликом взорвутся. Ну, мне просто интересно, сколько людей отреагирует на данный пост. Сегодня я хотел бы вам еще показать, как живут мобилизованные в Хабаровском крае. Но, к сожалению, данное видео я поставить не смогу. Нет, там нет убийств, нет драк. Там просто такие условия, что Ютуб даже эти условия не пропустит. И поставит ролик как неприемлемый. Серьезно. В таких условиях живут мобилизанты. Ссылку на него я оставлю в описании. Перейдите, посмотрите. Будет крайне интересно всем видеть, в каком состоянии русская армия. Непонятно только, за что вот эти вот мобилизанты воевать собрались. Чтобы в таких же условиях продолжать жить. Вот так вот, ребята, происходит обстановка. Князь Волконки. Это вот, где у нас омывальник. Валуев заявляет, что на следующей неделе собрался военкомат. Мы всем пришли. Мне тоже пришла поездка. Вы пойдете? Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Единственное, что он не сказал, что он освобожден от этой самой мобилизации. На следующей неделе я поеду, обязательно явлюсь в военкомат. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните о политических заключенных и родных, и близких политических заключенных. Это важно. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были свежие, реальные и актуальные новости от канала Реальная Беларусь. Специально для вас. Живи, Беларусь! Слава Украине! Пока!